Принципиально, требовательно к себе и другим, она внесла большой вклад в развитие тележурналистики Карачаева-Черкесии. Она посвятила себя этой профессии и двигала ее вперед. Это Светлана Борисовна Шендрик-Переславцева. Отличник телевидения и радиовещания Советского Союза. Заслуженный журналист Карачаева-Черкесии. Член Союза писателей. Профессионал с большой буквы. В 93-м году Светлана Борисовна стояла у истоков создания студии телевидения ГТРК Карачаева-Черкесия. Сегодня ее проводили в последний путь. Прощание состоялось у ставшей для нее родной студии телевидения. Альбина Ламкова продолжит тему. Вы уже в какой-то степени ответили на вопрос о том, над чем вы сейчас работаете. Я понимаю так, что фестиваль вам подбросил забот. Но мне бы хотелось, чтобы вы сказали о творческом отношении. Что вы сейчас делаете, что мы, читатели ваши, будем вскоре читать. То, что Светлана Шендрик-Переславцева будет журналистом, она знала с шестого класса. Так оно и произошло. Родилась она в Амурской области 14 февраля, в день всех влюбленных в семье офицера. Читать она училась с четырех лет. И когда исполнилось шесть, пошла в школу в Хабаровске. Профессию журналиста получила в Дальневосточном госуниверситете. Затем трудилась в Хабаровском комитете по телевидению и радиовещанию. Интересным периодом своей творческой биографии Светлана Борисовна считала работу на Сахалинском телевидении. А на Кавказе Светлана Шендрик-Переславцева живет и работает с 1986 года. Сначала была корреспондентом Ставропольского краевого радио и Пятигорской студии телевидения. А через несколько лет активно участвовала в создании телевизионного вещания Корчаева-Черкесии. Как главный редактор она подбирала и обучала творческую молодежь для телевизионной работы, выстраивала концепцию вещания. Эти годы вместили немало событий в жизни журналиста. Когда мужа военного юриста перевели на БАМ, Светлане Борисовне пришлось на время работать в газете. Позже в Черкесии в течение семи лет руководила коллективом фирмы «Экран». Но снова вернулась на ГТРК Крачаева-Черкесия, где до последнего дня трудилась с большой отдачей. Проститься со Светланой Борисовной Шендрик-Переславцевой пришли представители власти. Родные, близкие, коллеги, друзья и ученики. Церемония проходила старшей для нее родной студией ГТРК Крачаева-Черкесия. Выразил слова соболезнования и глава Крачаева-Черкесии Рашид Тимрезов. Светлая память о журналисте Светлане Шендрик-Переславцевой навсегда останется в памяти родных, коллег и телезрителей. Скорбим вместе с вами Рашид Тимрезов. Большую часть трудовой деятельности Светлана Борисовна посвятила служению Карачаева-Черкесской республики. Вся ее жизнь была связана с телевидением, которому она отдала более 50 лет. Многие обязаны Светлане Борисовне тем, что она привела их в профессию, обучала и ставила перед ними большие амбициозные задачи. Она ценила каждого, но и требования предъявляла строгие, в первую очередь к себе. Этому надо было соответствовать, говорили на траурном собрании. Последний путь ее провожали словами глубокой признательности, выражали безграничное уважение за ее творческую работу. Светлану Борисовну я знал почти 30 лет с того момента, как она появилась собственным корреспондентом Ставропольского краевого радио. И ее судьбу можно твердо сравнить после того, как она стояла у истоков телевещания по Карачаево-Черкесии с учителем, с педагогом. Надо сказать, что Светлана Борисовна была не только профессионалом в своем деле, но и самой доброй и мудрой женой – мамой. Она воспитала двоих сыновей. Это событие стало тяжелым испытанием для родных. В голове этого еще нет понимания. Оно будет позже и, наверное, будет больнее, чем сейчас. Спасибо всем. Она была очень чуткой. Она всегда могла прийти на помощь в любую секунду. И всегда была очень мудрой мамой. Она прекрасно была очень опытным по жизни человеком. Она могла оградить от каких-то сложностей и трудностей в жизни. К сожалению, вот так вот приходится расставаться. Неожиданно очень. И я себя сейчас чувствую опустошенным. Светлана Борисовна ушла из жизни в 73. В последние годы основной темой ее телепередачи были «Люди искусства». У Светланы Борисовны был потрясающий дар общения с людьми. Она всегда шла на глубокое расследование обстоятельств. Каждое ее интервью было проработано до мельчайших подробностей. Невероятный интерес к собеседнику. Непоказной. Настоящий. И огромное желание создать очередной шедевр. Ее работы были отмечены высокими наградами на различных фестивалях и конкурсах. За многолетнюю работу достойна и высшая награда республики. За заслуги перед Корчаево-Черкесией. Но главное остается благодарность зрителей. С помощью Светланы Шендрик-Переславцевой узнавали о заслуженных людях самых различных профессий, обычаях и традициях народа в республике. Теперь ее телепередачи будут золотым фондом ГТРК Корчаева-Черкесия. За свою жизнь Светлана Борисовна Шендрик-Переславцева сделала многое в своей работе, что даже не верится, что этих лет могло на все хватить. Но все же остались и незавершенные проекты. Это документальный фильм о Петрусеевиче, посвященный столетию нашей республики. Журналистика – это очень хорошая профессия, потому что она дает радость общения, радость маленьких побед, радость успеха и радость открытия новых людей. Альбина Ламкова, Расул Бердиев, Вести, Карачаева-Черкесия.